Здравствуйте, уважаемые 3D-шники! В этом видео я покажу, как настраивать F-Storm. Все свои советы и соображения я буду основывать на своих же рендер-тестах, которых я сделал довольно большое количество. И все результаты этого теста я заносил в Google Таблицу, а потом сделал из них графики, для того, чтобы было удобнее смотреть, что от чего зависит. Идея мне показалась интересной, и я ее оформил в таком графическом виде на Behance. Соответственно, есть один большой проект, на котором все эти результаты объединены. Для того, чтобы показывать на примере, я возьму сцену из своих же тестов. То, что я планирую рассказывать, это больше ориентировано на тех, кому нужно по-настоящему много рендерить. Предположим, что сцена у нас уже готова, или кто-то ее настроил за вас, и ваша задача просто это порендерить. И сделать так, чтобы вам не пришлось ждать лишние часы, и вы сделали все для того, чтобы получить свои рендеры как можно быстрее. Принцип подбора параметров здесь сводится к тому, что вы должны найти некий баланс между шумом, на который вы согласны, и выяснить, сколько времени нужно дать в шторму для того, чтобы достигнуть этого уровня шума. Итак, как это выглядит на практике? Предположим, у меня уже есть готовая сцена. Я запускаю интерактивный режим и ставлю какое-нибудь минимальное количество рендер-сэмплов. Здесь во фреймбуфере есть вкладка Noise Level. Она показывает то, в каких пикселях достигнуто вот это вот значение шума, и где расчет уже не идет. Соответственно, если пиксель красный, то значение шума выше, чем указанное здесь, и видеокарта делает там расчет. Если пиксель уже ярко-зеленый, то, соответственно, изображение там уже чище, чем нужно, и расчет там не идет. За 500 рендер-сэмплов у нас получилась вот такая картинка, и даже невооруженным взглядом видно, что здесь адски много шума, и это не пойдет там ни для статики, ни для анимации. Но и стрэш-холд, который стоит по умолчанию, достаточно высокий. Мне оптимальным показалось вот это значение. Даже если я где-то увижу шум, я его могу заденозить на посте. Вот. Видно, как из-за того, что я понизил вот этот порог шума, картинка вернулась в более красное состояние. Пиксели, которые раньше были зеленые и соответствовали 0.1, теперь они не соответствуют этому параметру. Соответственно, в них возобновился расчет. Итак, у меня посчиталось 1000 сэмплов, но результат, скорее всего, меня не устроит. Очень много зашумленных мест. Я добавляю еще сэмплов и смотрю, что же получится. То есть я просто жду какое-то время, пока все это станет более-менее зеленым. 2000 сэмплов меня, скорее всего, не устроит. Осталось довольно много шума. Но, как вы могли заметить, на то, чтобы просчитать дополнительную 1000 сэмплов, времени понадобилось гораздо меньше. И эта тенденция будет сохраняться. В принципе, шум вот в этих цифрах меня не особо волнует. Они яркие, там и так все рябит. Никто этого не заметит. В целом, остальная картинка достаточно чистая. Даже на плавной анимации никто этого шума не увидит. Мне достаточно 4000 сэмплов или 2 минуты. Теперь вернемся к графикам. При адекватном значении Нойстрэшхолда время рендера в какой-то момент перестает возрастать. И вот этот Нойстрэшхолд будет ограничивать нам время рендера просто достижением этой планки. Главный вывод из тех тестов, которые я делал, то, что ставить Нойстрэшхолд с запасом, это очень плохая идея. При очень низком Нойстрэшхолде очень сильно возрастает время. И возрастает оно неадекватно тому, как улучшается результат. Мы знаем, что у нас есть большие области довольно однородного цвета, на котором шум практически не видно, даже если он там есть. Если я поставлю какой-то неадекватно низкий Нойстрэшхолд, например, вот такой, и поставлю те же 4000 сэмплов, запущу рендер. Вот прошло уже 1000 сэмплов. Я смотрю на то, что Шторм считает, что здесь еще достаточно много шума. Соответственно, он делает там просчеты. Видеокарта нагружена, время идет. За те же самые минуту 40 секунд мои 2000 сэмплов еще даже близко не насчитались. И если я посмотрю вот сюда, то я вижу, что шума нет. Здесь все чистенько. Но так как у меня стоит очень неадекватное значение вот этого Трэшхолда, Шторм считает, что здесь еще шумно, и надо рендерить. Соответственно, делать он это будет гораздо-гораздо дольше. Вот уже 2 минуты прошло, и мы еще не получили даже 2000 сэмплов. Результат, конечно, почище, если мы будем приближаться. Но в целом, если бы мы считали Full HD видео, ничего бы не поменялось. Вернемся к проекту на Behance и перейдем к следующему пункту. Это зависимость времени рендера от количества переотражений. Здесь представлены результаты трех наборов тестов с разным Трэшхолдом. И как видно из графиков, характер кривой не меняется. Единственное, что меняется, это, естественно, время рендера. Что здесь важнее всего? Не всегда в сцене нужно то количество переотражений, которое там стоит по дефолту, или которое кто-то рекомендовал поставить, потому что ему так кажется лучше. Если мы говорим про анимацию, даже в которой есть какие-то стеклянные объекты, в очень-очень редких случаях нужно больше 10-15 этих самых переотражений. Например, взять мою сцену. У меня здесь есть две трубки. Казалось бы, это много переотражений. Естественно, если мы поставим значение, например, 1, то у нас даже глобалка не посчитается. Но если мы возьмем уже хотя бы 3 переотражения, то картинка, в принципе, уже выглядит вполне похоже на то, что есть. И если бы у меня в сцене не было вообще никаких отражающих объектов, а были бы, например, вот тряпочки и цветочки, с трех переотражений уже можно было бы начать рендерить. Это, конечно, слишком экстремально, поэтому я поставлю все-таки 4. И, как видно, стало посветлее. Дальше. Если у нас есть стеклянные объекты, то это тоже не повод ставить сразу 25, 50 и так далее переотражений. В моем примере, где есть несколько слоев стекла, уже на 8 переотражениях не видно каких-то черных артефактов. Опять же, есть соблазн поставить переотражения с запасом и рассчитывать на то, что вы особо ничего не потеряете. С этим всем вернемся к табличке. Итак, мы видим, что время очень сильно возрастает примерно на первых 10 переотражениях. То есть разница между теми же 4 переотражениями и 8 это примерно 50-60%. В длинной анимации имеет смысл бороться за каждое переотражение на этом участке. В принципе, дальше тенденция сохраняется. И, например, между 16 и 32 переотражениями у нас разница примерно в 20%. Я могу пытаться экономить 10-5% скорости рендера. Это может показаться глупым. Нужно не забывать о том, что рендер — это все-таки комплексный процесс. И, как в любом процессе, который состоит из множества каких-то параметров и деталей, сэкономленный 2-3-5% на каждой из этих деталей может дать кратный прирост производительности. Мы сэкономили 10% на переотражениях, сэкономили 10% на сэмплах, сэкономили 10% на нойстрэш-холде, сэкономили еще 10% на оптимизации самой геометрии и получили 30-40% экономии времени рендера. Если мы говорим о производстве ролика, то это превращается в сэкономленные дни. Пойдем дальше по проекту. Следующее, что я проверял, как работает доф. Тест мой заключался в том, что я брал одну и ту же картинку и делал рендеры с разным дофом. Это гугл-таблица с моими результатами. Чтобы было понятно, что тестов было больше, чем 3, я проводил 3 серии тестов с разным нойстрэш-холдом, разным количеством сэмплов. Зависимости получились везде одинаковые. Суть сводится к тому, что, увеличивая силу дофа, мы практически не влияем на время рендеринга. Картинка, естественно, становится шумнее, но F-Storm достигает своего трэш-холда примерно за то же время. Это немножко странная механика. Казалось бы, шум здесь очевиден, и F-Storm должен гораздо больше и дольше стараться для того, чтобы достигнуть менее шумного изображения. Но он этого не делает. И в большинстве случаев это сводится к тому, что нам нужно гораздо больше сэмплов. Вернемся к проекту на Behance. Следующие графики, которые я бы хотел показать, это то, как зависит время и память от количества полигонов в сцене. Опять же, этот тест нужен был для того, чтобы понять, стоит ли заморачиваться над полигонажем, если у нас это все влезает в память. Я сделал какую-то сцену, я вижу, что у меня 20 миллионов полигонов, пытаюсь понять, нужно ли мне пытаться где-то что-то урезать, чтобы, например, рендеринг шел быстрее. Если я уменьшу количество полигонов даже в два раза, то времени я на этом выиграю примерно, там даже не 5%, да, около 5%. Сложно представить, чтобы можно было оптимизировать сцену в два раза, да, и получить этот прирост. Соответственно, я понимаю, что, в принципе, в разумных пределах бороться за полигонаж, если он влезает в память, смысла не имеет. Но также, если у меня уже по памяти, предположим, перегруз, и я начинаю искать способы для того, чтобы эту память как-то освободить, я понимаю, что каждые 10 миллионов полигонов сами по себе мне стоят примерно 3 гигабайта памяти. Я должен выбирать, что у меня должно там больше влезать, либо геометрия, либо текстуры. Какой здесь еще есть нюанс? 30 миллионов полигонов я рендерил в принципе спокойно. Когда мы начинаем приближаться к 40 миллионам, начинаются проблемы с запуском рендера. Конкретно 40 миллионов полигонов я смог порендерить только через Deadline, ну, либо через Backburner. То есть мы отправляем сцену в менеджер, закрываем исходный свой файл, чтобы у нас максимально освободилась оперативка в видеокарте, и запускаем рендер через менеджер. Тогда рендер запускается и все нормально. Порендерить 40 миллионов без каких-то танцев с бубном практически нереально. Если мы добавим сюда еще несколько текстур, то мы и 40 миллионов не порендерим. Этим тестом я выяснил примерное ограничение для видеокарты 1080Ti, у которой 11 гигабайт оперативки. Еще один важный момент то, что для F-Storm неважна ваша геометрия в Edit Mesh или в Edit Poly. Например, если вы работали с V-Ray или с Короной, вы наверняка наблюдали, что там и рендер идет быстрее, и оперативки занимает меньше, если мы конвертируем геометрию в Edit Mesh. Следующая особенность F-Storm, которая меня немножко неприятно удивила, это то, что инстансы могут довольно сильно влиять на время рендера. Лично у меня всегда был стереотип, что если я раскидываю по сцене инстансы, то это никак не влияет ни на видеопамять, ни на время рендера. К счастью, на видеопамять это действительно никак не влияет, то есть вначале, там на первых порах занимаемая память чуть-чуть растет, потом, неважно, сколько у вас инстансов, объект будет занимать фиксированное количество видеопамяти. Со временем все немножко не так, оно растет практически линейным, и, предположим, наш объект весит 1 миллион полигонов. Соответственно, если мы добавим еще 200, то время рендера увеличится примерно на 15%. Это заставляет нас задуматься о том, чтобы раскидывать инстансы все-таки осознанно. Они должны быть только там, где это действительно нужно. Например, если мы раскидываем какие-то камешки, траву, деревья, то просто брать там кистью и засевать всю сцену будет нецелесообразно. Если мы переборщим, время рендера может спокойно увеличиться в два раза. Следующий график — это зависимость времени рендера и количество шума от светильников. Если сравнивать с какой-нибудь короной или V-Ray, если вы добавите большое количество источников света, у вас очень сильно возрастет время рендера. В F-Storm все наоборот. Чем больше источников света вы добавляете, тем менее шумный у вас получается результат, и тем быстрее происходит рендер. Мы ставим источники света туда, куда нам нужно, и вообще не беспокоимся о том, что это как-то нам в дальнейшем усложнит жизнь. В следующем тесте я проверял то, как зависит время рендера от разрешения картинки. В целом довольно предсказуемо, что зависимость здесь крайне линейная. Чем больше пикселей, тем дольше нужно рендерить, тем больше сам фреймбуфер занимает оперативной памяти. В следующем тесте я проверял то, как зависит время рендера и количество памяти от количества текстур. Как выяснилось, время рендера практически не зависит, а вот память растет линейно. Есть несколько нюансов. Первое, что я заметил, если мы возьмем Multisub Object Material, накидаю сюда несколько разных материалов с большим количеством текстур, то, назначив Multisub Material на какой-нибудь объект, я буду заставлять F-Storm грузить весь этот пакет текстур каждый раз, независимо от того, участвует ли каждый конкретный эдишник вообще в сцене. Второй нюанс, он довольно очевидный, это то, что если вы назначили какую-то большую текстуру, и она вышла из видимости камеры, и улетела куда-то очень далеко, то количество занимаемой ею памяти тоже никак не изменяется. Вопрос, который, скорее всего, возникнет у людей, которые, например, пришли из геймдева и решили рендерить в GPU, они могут думать, что текстуры нужны только квадратные, например, 512 на 512, или 1024 на 1024, иначе это будет неоптимально, но на самом деле для F-Storm разницы никакой нет. Вы можете создавать текстуру с любым соотношением сторон, с любым количеством пикселей, неважно, какие пропорции у вашей текстуры, значение имеет только количество пикселей в целом. Про это я уже говорил, что время рендера от количества текстур не зависит. Если они в оперативку влезают, то париться не нужно. Следующее, что я проверил, будет полезно для людей, которые любят все поправить на пасте, и не задумываясь о последствиях, делают вот так. Казалось бы, что такого? Кто-то может подумать, что добавление пассов не повлияет никак на скорость рендера или на количество занимаемой оперативки, но оно влияет и довольно сильно. Если мы добавляем сразу все, то время рендера у нас увеличивается почти вдвое. Помимо этого, незначительно увеличивается количество занимаемой памяти, просто потому, что фреймбуферу нужно куда-то записывать дополнительные пиксели, которые вы сохраняете, но это довольно небольшое значение. На Full HD изображении все ваши элементы будут занимать примерно 150 мегабайт. Что интересно, скорость рендера прибавляется не одинаково. Понятное дело, что пассы типа Ambient Occlusion, Wire и Edges, оно требует дополнительной трассировки, соответственно, это дополнительное время. Что странно, почему, например, координаты или нормали требуют дополнительно в 5 раз больше времени, чем вот эти элементы. В целом, не критично, когда вам нужно добавить какие-то определенные пассы. То, что нужно, добавляем, то, что не нужно, не добавляем. И опять же, в случае, если мы делаем несколько сотен кадров, это потом выливается в часы, а то и в дни дополнительного рендера. Последний тест, который я проводил в рамках этого проекта, было то, как влияет дисплейсмент на время рендеринга. Если заглянуть в мою таблицу с результатами, то, в принципе, видно, что дисплейсмент влияет также и на количество занимаемой оперативки. Не настолько значительное, чтобы, например, отказываться от текстур в высоком разрешении. Также оказалось, что разрешение текстур не особо влияет и на время. То есть оно, естественно, возрастает, но взять, например, разницу между текстурой размером 1К и размером 8К, количество пикселей у них примерно в 64 раза различается, а время увеличилось всего на минуту. Как оказалось, решающее влияние на время оказывает то, сколько полигонов было в вашем исходном объекте. Например, если кто-то работал в V-Ray, он мог считать, что чем больше вы сделаете изначальную дисселяцию своего плейна, например, тем быстрее пройдет рендеринг. Здесь ситуация обратная. Если у вас просто плейн, вы делаете дисплейсмент, и это у вас самый быстрый результат. Если вы зачем-то решили увеличить плотность сетки перед тем, как делать дисплейсмент, то этот результат ваш ухудшит. Зависимость примерно такая. Разница между одним полигоном и, например, пятью тысячами полигонов это примерно 70 на 70. То есть не так много. Разница в скорости рендера в два раза. Есть смысл заморочиться. Также очень сильное влияние на то, как долго будет рендериться, оказывает площадь объекта в кадре. Но тут уж мы ничего не поделаем. Если нам нужен крупный план, мы его делаем. Но есть фокус. Например, если мы делаем дисплейсмент какого-нибудь объекта, мы можем оторвать от него часть и сделать дисплейсмент только на этой части. Например, вот я бы выдавливал только буквы TI. Я бы отрезал здесь плашку, и рендер у меня бы прошел, может быть, даже в два раза быстрее, а то и в несколько раз быстрее в зависимости от композиции. Это тот случай, когда заморочиться действительно стоит. У меня, например, была сцена, когда объект был на весь экран, мне нужно было выдавить там какие-то символы. Я их, значит, выдавил и понял, что время рендеринга у меня увеличилось в несколько десятков раз. Я взял, отрезал там плашку, сделал все то же самое. Скорость рендеринга практически не изменилась по сравнению с тем, что у меня была без дисплейсмента и стала с этими буквами. На этом я, пожалуй, закончу. Большое спасибо вам за внимание. Пользуйтесь этим на здоровье. Также я оставлю ссылку на эту таблицу. Если вдруг у вас возникнут вопросы на тему того, что от чего зависит, на чем можно сэкономить, вы можете зайти в эту табличку, посмотреть результаты рендеров, сделать уже свои какие-то выводы и применить это для оптимизации своего проекта.